Сейчас Бразилия стала центром не только спортивной, но и политической борьбы. Парламентариям оказалось мало от ставки бывшего президента Дилмы Руссеф, и теперь они намерены лишить ее права вообще занимать любые государственные посты. Политики считают, что экс-президента занимать государственные должности противоречит Конституции. Все из страны они уже обратились в Верховный суд с просьбой аннулировать решение Сената. Впрочем, сама Руссеф не намерена сдаваться. Она призвала своих сторонников не отказываться от борьбы и в очередной раз назвала импичмент госпереворотом. Это все государственный переворот. Да, его затеял парламент, но это все равно переворот. Все в Бразилии избегают этого слова, не хотят называть вещи своими именами. И ведь организаторы переворота не хотели привлечь меня к ответственности. Просто не за что. Я всего лишь продолжала политику реформы предыдущих президентов. Многие бразильцы восприняли слова Руссеф буквально и вышли на улицы. Вслед за Сан-Паулу беспорядки вспыхнули в Рио-де-Жанейро. Мирный митинг быстро перерос в столкновение с полицией. Соловики особо не церемонились. Сторонников экс-президента разгоняли дубинками и слезоточивым газом. В итоге в больницу увезли почти 30 человек. Еще столько же доставили в полицейский участок. Почти во всех крупных городах власти ввели запрет на проведение акций протеста. Несмотря на это, сторонники Руссеф пообещали вновь выйти на улицу. Эти протесты против всего, что сейчас происходит в стране. Нам не нравится, что у нас нет демократии. Нам не нравится, что у нас отобрали президента, которого выбрал народ. Мы против диктатуры. Мы за то, чтобы советовали с нами, с простыми людьми. Продолжение следует...